Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live, и мы не зря здесь открыты, не потому что мне тут нужно выполнить еще одно задание, чтобы получить 95 клеток эпического сумчатого льва, да, кстати, я уже получал разок-другой, да, ну, а сегодня понедельник, а сумчатые львы бродят по карте в понедельник, я их уже тоже несколько наловил, так что мы сейчас, ребятки, будем создавать нашу кошечку. Кошечку, вот она, уже готовы к созданию, вот очередные гибриды, давайте посмотрим, что мне этому мешает быть созданным, а, ну, вот еще разок могу нажать, клеток стеги молока, да, жутко не хватает, но то, в общем-то, не беда, так, ну, а для этих нужно повышение уровня наших гибридов, то есть до этого мы тоже, в принципе, дойдем, какого-то у меня еще здесь не хватает, е-мое. Ребята, напишите в комментариях, кого-то я еще здесь не наловил. Так, ну, сегодня будем кошечку, потому что, насколько я знаю, эта кошечка очень хороша, вот такой, с мелодону, морда у него прям как тигровая. Давайте нажмем создать, он эпик у нас, 10 левел, да, вот. Ну, вот такой вот. Красивый зверек, пушистый, шерсть, вообще шикарно нарисовано. Давай, рычи, прыгай там, не знаю, че-то, че он только ухом, я по нему классы, он только ухом дергает. Так, существо активно по понедельникам, ну, то, что мы читали с вами, по-моему, неделю назад. Смелодон более известен как саблезубый тик, прожив... тик, тик, саблезубый тик проживал на земле в эпоху Эоцена и Плестоцена. Этот невероятно умелый хищник охотился на травоядных, вроде бизонов, и вымер 10 тысяч лет назад. Ну, я бы не сказал его невероятно умелым, он, как бы, довольно кирпич по сравнению с современными кошками. Это такое... такое... менее подвижное существо, чем современные кошачьи, но он, вообще-то, не является кошачьим. Так, ну, по крайней мере, должна быть прикольная у него анимация атаки, поскольку у сумчатого льва она прикольная. Так, давайте еще создадим. О, так у меня, наверное... ну, нормально. Еще давайте создадим, давайте качнем его тогда уже. Прикиньте, какой-то гибрид, но пока что до гибридов млекопитающих, наверное, еще далеко. Ну, давайте до 15-го, я его качну. У него неплохая скорость и жизнь, соотношение жизни... А, уже не хватает ДНК, блин, пять штук не хватает. Кстати, ну, если мы сейчас выборим это условие, то... Может быть, мне и хватит кошечку. О, во, наконец-то он зашевелился. Так, идем на карту, у меня тут есть парочка как раз условий, условий. Вот, инкубаторы, начнем разминаться вот с этого. Здесь проведем три битвы. Так, 3-3-3, блин, не поставил кошечку, постоянно забываю поставить. Возьмем две кошечки, да, для начала. Изменить. 15-й левел. Или не хватило мне на 15-й, подождите. 14-й такие, да? А, ну, там вот рядом был и сумчатый. Вот и сумчатый у меня, 13-го левела. Так, так, так. Кого еще возьмем им в пару? Давайте вот я возьму крутика. И вот это вот спинича из последних. Ловлю сейчас активно ирритаторов. Кстати, вот это неплохой парень. Давайте так, пойдем. Сейчас у нас на карте редкие ирритаторы. Вот, вот этих вот парней ловлю. Они нам тоже пригодятся. Давайте сейчас. Вот эти. Блин, куда я вообще? Куда? Вернись обратно. Вот. Вот этих ребят уже наловил. Целую пачку. Да, они нужны для создания пиритатора. Пиритатор уже для создания магниперитора. Вот так, ребятки. Потому что магниперитор, он прикольный. У меня много вот этих улучшений, ребята, сейчас. Я накупил. Видите, я потратил, мне было 8 тысяч долларов. Я все их потратил на усиление. То есть я скупил там до 10... Не, штук 5, наверное, ускорение на скорость. И штук по 7 остальных усилений. Ну, я пока их никуда не тратил. Все тратят на 3 казавров. В принципе, индо... Индораптора можно качать. Можно ирри Донниса, кстати, качать. У него будет дикий урон. В невидимости у него и так 5000. Ой, какой 5000. Там... Ну, короче, не знаю. Я все думаю, кого качать. Может, кошечку какую-то качать. Но сейчас вот проверим нашу кошечку и будем знать. Идем. Это у нас башенька будет на закуску. Тут ребята крепкие. Они надерут там задницу нашим кошакам. А вот здесь мы пока будем разминаться. Так, надо посмотреть. Там 3 казавра я могу уже качнуть. Но там что порядка 150, наверное, тысяч надо. Так, кошка у нас быстрая. Наверное, не успел, но ладно. Так, кстати, надо все-таки скриншоты делать, а то... А то, а то. Блин, не пробивает. Блин, я не посмотрел даже на удар. Ну ладно, сейчас на месте разберемся. О, критануло. И нас критануло. Уклонение не сработало. Так, но мы быстрее. То есть я двойным уроном его добью. О, у нас же... А, у нас есть снайперский выстрел. Давайте я пос... Че, я на себя не могу клацнуть? Первый ход. Уклонение 50%. Блин, надо было с него начинать. Ну ладно. Не прочитал. О, да, вот это прикольная была анимашка. Так, ну я его и так добью. Ну, вот этим вот кошечка и неплохая, да? Ну, а она все-таки не легендарная, а еще бы ей какой-то... Какой-то ударчик веселенький. Ну-ка, Айнезой у нас снайперят, да? В обход невидимости. Ух ты, материк. Давайте качнем еще сумчатого льва. У меня там насобиралась немножко гена. Ты тоже по понедельникам? По четвергам. И помчались дальше. Так, так, так. А ну вот так, давайте смотреть. Так, так, а четверть здоровья и пол здоровья. Да блин, так, блин, у сумчатого льва не кислый такой удар. Да, вот пол наносит бронебойный урон на 0,5 от максимального запаса. Блин, это убийца трикозавров. Ну, по крайней мере, демагер трикозавров. Пол жизни снять. У того же трики. Это еще попробуй. А, подождите, или там пол жизни от... От чего? От максимального запаса. У здоровья. То есть это имба. Надо его как-то протестить. Вот в следующем бое можно будет его протестить. Так, давайте начнем вот с этого. Еще и очищение дает. Блин, ну он не промахнулся. Сволочь-то такая. Но это добьет его. Хорошо подменился, молодец. Так, ну у нас снижена скорость. Насколько... Насколько сильно она снижена. Так, ну пробуем. А, мы сейчас очистимся. Блин, ну он попал. Ну, два раза и два раза попал. Мог бы и промазать. Так, давай, кошак. Ага, этот удар недоступен. То есть, ну, то есть усилять эти... Так, а... А как работает шанс крита, если у нас удар должен снять фиксированное количество, 50%. Как... Как в этом случае крит работает? О, ну тут хоть уклонились. А, еще и контратак у нас есть. Но она очень ничтожно маленькая. Так, пол... Пол здоровья. Вот это прикольный удар. Еще и крит. Получилось вот почти... Все, сняли. Ай, блин, и не добил. Так, а у противника... Ага, их трое. 117. Слабоватая скорость. Особенно против Раптора. Давайте вызовем Крутика. Вы за ним скучали? Он хоть скулозавр, но он Крутозавр. Ну, двойного урона хватит, нет? Не хватит. Но у нас броня. Мы должны выжить все-таки. Блин, слабый удар, да, все равно добьет его. 126, это мало. Мало Хелл Сол. То есть, если у нас кто-то супер-пупер-мощный, то нужно сумчатого ляса за полжизни снять. Так, ну давайте теперь разберемся сейчас с этими по-быстрому. Так, ну вообще-то этого Пуруставра качнуть бы не помешало. 11-й левел, он тоже вроде неплохой по памяти. Так, ну давай наш главный герой. Дубль 2, попробуй уклонись. В принципе, так бы я его за 2 удара пробил. Гарантированно. Ну, наконец-то уклонился. Ну, сейчас должен его добивать. С критом. Хотя крит может и не сработать. Но этого добьем. Офигеть! Минус 90 было. Ну, ничего, мы пока что целенькие абсолютно. Так, вот снова ты. Давай дубль 2. Попробуем снова уклониться. Ну, на этот раз да, не сработало. Но должны добить. Опять у него это зара... Блин, точно такая же комбинация. Что ты будешь делать? Так, ну, в прошлый раз мы добили его. 2 400 было. А на этот раз крита нет. Ну, думаю, добьем. Готовенький. А, черт. Ну, вообще-то есть шансы третьего добить, если опять же мы уклонимся. Блин, этот опять живой. Ну, ты посмотрите. Опять третья попытка уклониться и продамажить его двойным уроном. Дважды от нас сбегал. Вот, трус. Ну, наверное, нам не повезет. Нет, повезло. Так, надеюсь, ты кританёшь. Он кентрича не кританул. Этого должен критануть. 2 400. Вот, вот я понимаю. Кашкатун продержался. Так, а что это за награда такая какая-то? Это у нас какой-то один большой материк. Так, не разглядел его черты. То есть, это как у нас Евразия или уже какая-то Пангея. Так, у нас вообще-то Африки здесь нет. Да, это Евразия без Африки. С аравийским полуостровом. Полуостровом. Я вот тут, короче, прокачиваю Крустар. Но я так понимаю, что нам его не хватит. Ну, как бы, надо его качать существенно сильнее. Существенно сильнее. Ну, неплохие удары, но... Давайте сейчас заглянём. Всё-таки уточним противников. Не-не-не, не хватит. Не хватит нам этих ребят. Ладно. Ладно, ладно. А может, я тогда... Вместо него возьмём второго моего любимого крокодильчика. Может, он что-то что сможет. Ну, кошечку мы возьмём всё-таки. Пусть будет. А там уже нужно брать ребят посерьёзнее. Кошечку возьмём. Тебя возьмём. Тебя возьмём. Тебя возьмём. Ну, чтобы уж точно победить. Для подстраховки. Так, ну, тут мы будем... А, и тут не факт, что мы будем ходить первым. Тут же есть Дарвин Оптер и всякие. Вот-вот. Он нам может быть побыстрее. А почему? А, и у него уровень повыше просто. Ну, делаем так. Блин, кровотечение сейчас нам... Нет, у него заблокировано, по-моему, да, пока. Так, ну, хана тебе, пернатый. Ну, да, мы знаем эту песню. Да, у него 2 900 на этот раз. Мы его не пробьём. Даже Крит нам не спас. Нас не спас. Так, ну, это... Подождите, этот удар у нас ещё и отвлечение даёт. Я вот как бы заметил, да, это оно снижает на 50% урон цели. Ну, тут надо гарантированно добивать. Так, ну, это хотя бы была не подмена такая сознательная, скажем так. Так, мы выжили. Но он нас всё равно добьёт. А какой у нас сам по себе шанс Крита 5%? Очень мало. Но ещё можем попытаться уклониться. Отвлечение, а у нас теперь опережающий ход. Очищение и уклонение и повышение Крита. Ха-ха-ха. Хана тебе, птичка. Индючок. Блин, у Крита не было. Но неплохой кошак. Он может очищаться. Опережающие очищение. Это круто. Так, ну, я хотел дальше взять вот этого парня. Пуролита. Так, чё там у тебя? Есть контратака. 20% всего лишь. Ну, давай, бустанёмся. Это контратак. Всё в порядке. Крокодильчик. Так, этот недобитый. А, ну, он еле живёт. Живой. Принципе надо его подхиляться, ну ладно. Мы его и добиваем. Ту, легко, вообще. Легко разобрались. Даже как-то неожиданно. Ну, кошечка неплохая, да. Согласен. Лучше, чем сумчатый лев, конечно. Но ей бы добавить удару тут 1,50% здоровья от сумчатого лева. Было бы общей шкафы. 60 тысяч рапторов, куда их девать? А мы давайте-ка зайдём. Вот, 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 вот. Ещё нам дадут 95 клеточек. Мне, кстати, 5 штук не хватило. Вот, теперь можем качнуть на 15 уровень, но давайте сначала заберём награды. Так, ну да, всего лишь серебряный, как-то не особо удачно. Ну, там, да, были проблемы. Альянс, может, не полностью работал. Ну, в смысле, игрок Лагалош у нас на прошлой неделе. О, легендарный, ребятки, инкубатор. 5 косарей, 3 саратуса. Да, дайте мне дракорексов 5000. Так, ну вот так, ребятки. Давайте возвращаемся к нашим сегодняшним героям. Это вот этот наш кашкатун. СМИ ладон. Вот такая вот, ребятки, у нас тварь. Очень даже неплохая, да. Если её вкачать на скорости, на... Не знаю, на что, на урон, либо на жизнь. То она вообще будет крутая. Вот это туда прикольнее. Из-за очищения. Вот так вот. Ну, в общем-то, ловите по понедельникам. На этом всё. Всем пока.